Трудная голова нам покроя не дает, вот одна из последних наших с прошлого года привозок, это Кумалы-Радусид-Избест. В принципе тоже уникальное месторождение. Первое у нас было в союзе 2 крупных месторождений, это Кумала и второе это где-то Факасии было месторождение. Вот он постарался его полировать, а второе вот так будет выглядеть, как он полировал. Да, у меня просьба, все минералы и все подарки, пожалуйста мне напишите, что вы нам подарили, чтобы у нас это заняло достойное место. И люди знали, кто нам все это привозит, кто нам дарит. Это бесценно, конечно. С Адуем и будем говорить так, что с Шайтанским переливом у меня достаточно такое жизненное было время, когда я посвящал работе там. Впервые на Адуе я появился где-то, наверное, в 78-м году, в 77-м. Потом армия, с армией пришел, я пришел работать кварцами цвета. В частности, курировал Адуйский отряд, потом курировал Октябрьский отряд, который работал на Шайтан-Перелихе. Велась проходка, на тот момент, когда я пришел, велась проходка на Топазнице-2. К сожалению, там были вскрыты гнезда. К сожалению, эти гнезда, ну, своеобразный был подход. Нет, их не растащили, их распалили. Когда при мне прибежал проходчик, сказал, что у него бур-2.20 провалился, по самое не хочу, через 20 сантиметров бурения в занорыш, я остановил забой, поехал, ну, это было в пятницу, 66-го не было, у меня там я на своем Урале был. Поехал домой, суббота, воскресенье, в понедельник приезжаю. Сорокину говорю, что начальник партии, что надо собирать комиссию, ехать на Адуй, скрывать занорыш. Большой, большой, это сам занорыш. Занорыш был на Акумарин, и сам там должен был быть на Акумарин. И Оринштейн, главный геолог Оринштейн, у него есть там ряд, похлопал в ладоши, они, вот, будут метры, вот, РД, полин. Ну, Оринштейн, много, он много угробил, да. И все, все точки, которые он нашел, все они находятся в интернете, на будущее, когда-нибудь, вдруг они придут сюда, все точки уже готовы. Да нет, это, это, там даже, вот, я так скажу, что вот, когда проходили шурф, а его сразу поставили на гнезда, шурф, который сейчас там скрыт, он сразу по гнездам был пройден, вот, тогда геологи его, самые, были геологи, а, несмотря на то, что сам начальник отряда, Муравьев, геолог был, Валера Муравьев, все равно, ничего там, вот, я потом уже смотрел отчеты, ни слова, то есть, я вижу, что по графике, там, это самое, там, по схеме выработок, то есть, большинство своей работы сделали, они объемом посчитали, гунутой массы, видно, что взяты один зонорыш, второй зонорыш, третий зонорыш взят, то есть, было, этим горизонтом взято, ну, как, отработано, три зонорыша, но ни один из них в материалах не существовало, это все выкинули наружу, осваивались материалы, ну, к сожалению, такое было, освоение денег было, конечно, Адуй, это очень богатое место. Надо создавать карты копеек, а она есть, ее неоднократно создавали, и неоднократно создать, и расчищать, вот эти новые... Да, что это даст, в общем-то, ну, как, можно все расчистить копеек? Нет, но находки все... Но, зачастую любители камня, не сидящие, конечно, здесь, они приходят, и так вот, становятся на край ямы, и отвал спускается вниз, это же удобно, сверху вниз, как говорится, а не с другой стороны зайти, и воздвинуть в сторону. Нет, но где-то есть руководство, где-то не надо. Дело-то в том, что контроль подлежит очень большая территория, я представляю, как тяжело это все осуществлять, не имея достаточного финансирования, и имея те дороги, имея те дороги, которые там существуют. Там сейчас, может быть, действительно, даже не на этом квадроцикле, который сейчас есть, у ребят там кататься, потому что, ну, что он там, завалится в любую из канавк, это иногда этот квадроцикл нужно покупать нормальные специальные широкие колеса, более мощную машину покупать, чем этот квадроцикл, чтобы можно было контролировать не один такой квадроцикл. А, как говорится, сейчас при нынешних ситуациях, это должно быть существовать, на этом квадроцикле должно быть два егаря идти, чтобы один другого поддерживать. То есть нормальная ситуация, но, к сожалению, сейчас такое... Я чувствую, что по ужатости всей ситуации, экономики всей, которая сейчас касается заказников, то сейчас ему реально это освоить и нормально хотят сделать, запустить это гипусное, где можно простым колесным транспортом кататься. Я это разумно, я считаю. Здесь много и археологии интересны. Нет, это все, я согласен. Нет, не только в геологии, а археологии. Я согласен. Мы сейчас не это касаемся, сейчас мы касаемся самого существования заказника. И чтобы сейчас нормально им действительно что-то раскрутить, это если его сделают маршрут вокруг липовских карьеров нормальный, и там освоение сделают нормальное, тогда можно уже дальше. То есть тут также липовские карьеры. Есть одно из уникальных месторождений от липовских карьеров, это Шайтанский перелифт. Это, я что хочу сказать, что мы пришли на яму всегда, на пигматитовая яма. Там ребята, разговоры шли даже про мурзинку. Я с ними разговариваю, ну что, ну придешь к ямам. Я к любой яме могу прийти и сказать, вот здесь добывали то, 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 то. Руками развести, размахать, все. А что, где, когда это? А на придя, на перелифт, это просто каждому дать по щупу, каждому дать по лопатке, это вышел на поле, ткнул, хоп, захрустелось и выкопал. В начале это не где, все вы как воде, весь брали перелифт. Спорят, его брали. А сейчас что? И сейчас там у этой перелифта вот так вот. В отвалах в том числе. Нету. Ну, не надо, не надо только вот этого мне. Я официально заявляю, что сейчас вместе поедем туда. Да не поеду я. Это рингвусок, зайдете не перелифта. Я вам поставлю памятник. А что нет? Я при жизни. Вот, послушай, мы, Саша, пора был вставили памятник, когда я выставку сделал. Мы поехали и накопали, я где-то там взял этого перелифта. Сколько мне нужно? Мне его не надо, просто взял, что увидел. Выкопал. Копать, ясно, копать. Если, слушай. А снаружи невозможнее, где просто так. Не, а как ты хотел. Это снаружи. Щуп и лопата, это снаружи. Так нельзя. Крупнейшее бессорождение протянулось на 2 километра поперек. И шириной километра. А потом ее взяла, вывезла на всю на дорогу. Вся дорога, видите, она самая. Я сам, когда это самое, у нас полетели насосы, там, ну, не то, что насосы не полетели, а линия. И нужно было спасать ситуацию на заказ в честь. И шли дожди, слава богу. Я убил рабочих. И вот с этой всей дороги, с этой всей дороги мы выходили, выковыривали. Мы собрали тогда только 2 тонны. А вот народу сколько вот с этого отвала сейчас брало агат перелифта, хорошего, доброго. Это... Ну, не рассказывай. Что тебе рассказывать? Ну, сейчас сразу после торжественного едем. И кто будет прав, да? Я-то ведь разговаривал еще с людьми, с людьми, которые начинали копать это. Все, были живы. Вот, чертят. Это было бы очень хорошо. Так это вообще что-то. Я не знаю. Где-то здесь. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Субтитры подогнал «Симон»